Всем привет, с вами Рома и сегодня я вам расскажу целых 5 лайфхаков на Блэк Раша, с помощью которых ваша игра станет в разы приятнее и легче. Я старался подобрать самые интересные и полезные советы, которые мало кто знает и расположены в этом топе места абсолютно в рандомном порядке. Не забывай, что ты можешь выиграть реальные деньги, все что тебе нужно сделать это поставить лайк, чтобы я разыграл больше денег и написать креативный комментарий, чтобы я его выбрал. В конце этого видео я назову победителя из прошлого видеоролика. Играю я на сервере Индиго, скачиваю игру по ссылке в описании и начинай играть вместе со мной, вводи мой ник при регистрации Роман Виндета и мой промокод хэштег Виндета, чтобы получить бонусы при старте. И первый лайфхак связан с чатом. У Блэк Раша очень круто проработаны возможности и функции чата. Вы можете скопировать текст где угодно с интернета или например вконтакте и двойным нажатием на строку ввода у вас появится скопированный текст. Это очень крутой лайфхак и кому-то он точно будет полезен. Также вы можете легко ставить курсор в любое место чата как на ПК. И такого я лично не видел ни у одного проекта на мобайле. Могу конечно ошибаться, но по-моему такое есть только у Блэк Раша. И это очень удобно, вы можете в любой момент исправить свою ошибку и для этого вам не обязательно стирать весь текст, как это нужно делать на других мобильных проектах. Так что обязательно этим пользуйтесь. И еще можно листать чат снизу вверх и наоборот. Так вы легко сможете увидеть пропущенную информацию, которая для вас возможно была ценной, но вы не успели ее прочитать. Второй лайфхак у нас будет напрямую связан с заработком денег на работах. Например, вы работаете автоугонщиком и когда вы добираетесь на значенное место, вам приходится бросать свой транспорт и уезжать на угнанном. Как только вы сдаете задание, вам дальше не на чем поехать в следующий заход. И поэтому всем вам настоятельно рекомендую парковать свои тачки возле работ. Пусть лучше вы доберетесь на мопеде до этой работы, зато потом вы не будете испытывать дискомфорт из-за того, что у вас нет тачки, ну и так далее. А лучше всего, если вы определились уже точно с местом вашего постоянного фарма, то советую купить вам неподалеку от места работы себе дом. А если поблизости нет домов, покупайте где угодно, но не забывайте прикупить себе вторую тачку. Так как слотов вам хватит и вы сможете уже одну тачку припарковать у работы, а на другой, к примеру, добираться до неё. Тут всё индивидуально, но такими способами вы сэкономите кучу времени и будете зарабатывать таким образом намного больше. А сейчас я вам расскажу, как быть королём дорог на Блэк Раше. То есть тут будет сразу подборка лайфхаков на дороге. Надоели штрафы? Хочешь гонять, но постоянно отбирают права? Учись водить, идиот! Вообще-то это правда, но мы же всё-таки с вами в игре, поэтому можешь просто объезжать светофоры. Так ты никак не получишь штраф и тебе не придётся ждать, пока загорится зелёный. Но вам решать, пользоваться этим советом или нет, всё-таки у нас РП игра и лучше подождать зелёный цвет в ламповой атмосфере другого транспорта. Следующие два совета знают все, но я всё же решил их упомянуть, потому что вдруг кто-то не в курсе. Первое. Вы можете избежать аварии, если за секунду до неё нажмёте на карту и выйдите в меню паузы, после чего через несколько секунд, если вы успели, конечно, зайти заранее, то ваш транспорт останется невредимым. Это очень полезно, учитывая какой большой трафик на дорогах Блэк Раше. Ещё один совет, связанный с транспортом, больше подойдёт новичку на мопеде, если вы включите в настройках аналоговое управление, то есть вы плавно будете зажимать вверх, и у вас намного быстрее поедет мопед, нежели без этого лайфхака. То есть он будет ехать почти в два раза быстрее. А последний лайфхак, связанный с дорогами, поможет вам, когда вы оказались в такой неприятной ситуации и застряли в оградке. Всё, что вам нужно сделать, если перед вашей машиной наклонён вперёд, это просто нажать на вот эту кнопку и направить руль в любую сторону. Если же ваша машина наклонена задом уже вниз в ограждение, то тут вам вряд ли что-то поможет, кроме такого же способа, но вам придётся объезжать потом этот забор и возвращаться на дорогу. И следующий совет будет связан с работой автоугонщика. Когда вы уже приехали в назначенную зону и пытаетесь найти тачку для угона, просто посмотрите на карту, и когда вы увидите такой маленький квадрат, без большого квадрата, который означает, что там есть игрок, то езжайте туда, и с большой вероятностью это будет ваша машина. Также чаще всего эти тачки спавнятся вдалеке от большого скопления игроков. Ещё вы можете увидеть треугольник. Это тоже может быть ваша машина, просто так игра показывает, что транспорт находится с вами не на одном уровне, то есть на какой-либо горе, или наоборот, вы находитесь слишком высоко. Пользуясь картой, вы легко сможете найти тачку в любой зоне. И последний лайфхак на сегодня поможет вам избежать смерти в игре. Вам просто нужно перезайти и выбрать место появления, по-простому это называется релок. Обязательно этим пользуйтесь, но если вы где-то работаете, то лучше так не делать, а просто купить аптечку или пойти поесть в ларёк. А если вы совсем экономный, можете пробраться в чужой дом и встать на пикап, вас отхилит и после чего ваше здоровье будет в порядке. На своих экранах вы видите победителя из прошлого видео. Если вы не знали хотя бы один из этих советов, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не забывайте также врубать колокол и писать креативные комментарии, чтобы выиграть в розыгрыше. А на этом всё, я с вами не прощаюсь, увидимся в других видео в конечной заставке. Субтитры создавал DimaTorzok